Всем привет! До ЕГЭ осталось буквально три месяца. И нет, это никакая не подводка к рекламе, а просто моя реальность. Вчера, тем более, всему моему классу пришли просто неутешительные результаты по пробнику по-русскому. У меня сейчас 4 балла. Недолистка я. Поэтому, как и обещала, сегодня у нас 100 часов подготовка только к ЕГЭ. Я, кстати, вспомнила про свой микрофон, который так давно хотела заказать, но почему-то сейчас больше не использую. Прикиньте, нам вчера сказали, что мы завтра не учимся. И потом написали, что учимся. Давайте приступать уже, наконец, таким. Свою жесткую подготовку я решила начать 23 февраля в 8.20 утра. И у меня есть правило, если мне не нужно идти в школу, то свой день я стараюсь начать с прорежки одного варианта по-русскому. Я это делаю либо из сборника, который у меня есть. Я его, кстати, на Валберс покупала, довольно-таки выгодно. Либо же просто из интернета. Сегодня я пререшала целый вариант. То есть мне нужно было сделать тестовую часть и также написать мое нелюбимое сочинение. Это было очень-очень много итогов. Я включила просто всю свою возможную и невозможную подсветку, чтобы мне как можно дольше не хотелось отсюда уходить. Спустя длительное время, а примерно, сейчас вам скажу, час. О май гад. Ну ладно, наверное, это еще нормально. Я написала сочинение, при том, что не могу сказать, что я на все 100% им довольна. Просто сейчас у меня уже нет сил как-то его исправлять, додумывать. Это нужно переписать сейчас все в Беловик, отфотографировать, прикрепить на платформу. И только потом, когда мне его проверят, я вам скажу результаты. Да. Из черновика я переписываю сочинение в бланк, потом фотографирую это все на телефоне, захожу на сайтик, загружаю это все и отправляю. Не забываю написать готово, чтобы мое сочинение проверили. На этот день я написала даже планы в ежедневнике, что именно я должна успеть сделать. И когда хотела поставить там галочку, поняла, что этого я на сегодня не планировала, потому что у меня без этого еще куча домашки, особенно по математике. Время уже практически обед. Можно считать уже, что полдня, блин, прошло. Что я делала? Только русский. Сейчас будем делать математику, домашнюю работу. Решала я 15-е задание с неравенствами и очень-очень-очень много раз отвлекалась. Это ужас, это кошмар. Я сделала 500 ошибок, пока решала один пример. Мне реально делать пора большой перерыв. Как вы можете заметить, я его и сделала. Пошла пообедала, напекла себе очень вкусных блинчиков из кешу и голубики. Поэтому они, кстати, такого цвета, но были они просто изумительные. Микрофон, кажется, умер, потому что он больше не горит, надо будет заряжать. Но у меня такое ощущение, что я вернулась просто с курорта, отдохнувшая, и пора вновь садиться за... Вот это. Я, наверное, решу одну задачку по математике, а потом буду смотреть вебинар по русскому, который был вчера. Ну а дальше как пойдет? О подробностях расскажу чуть позже, но все будет максимально легко. О чем я хотела сказать. Просто чисто для смены обстановки я на кухне пью водичку, поэтому это уже не забывайте. Вы видите, я сегодня нам просто максимально в домашнем вайбе. Смотрела я смотрела, у меня просто накрылся вайфай. Я его сто раз перезагружала. Я, наверное, не буду говорить, что я случайно на час засидела в соцсетях. И вечером я занималась только русским, делала домашнюю работу, написала второе сочинение, уже на последнем издыхании была. Но нет, на самом деле тут еще под речком. Перед самым сном нарешивала еще девятое задание, в котором у меня куча всегда ошибок. И то, что было неправильно, я выписывала на стикеры. Кстати, вы знали, что мизинчиками на так пишется? Я вот нет. Вы знаете, что я очень люблю отчитывать дни до какого-то события. Так вот, до ЕГЭ осталось буквально три месяца, и меня это сильно пугает. Но как хорошо, что можно готовиться в онлайн-школе с соткой и ни о чем не переживать. Не нужно бояться экзаменов. В сотке уже не одна тысяча учеников доказала, что подготовиться за такое время на высокие баллы возможно. Сейчас самое время экстра подготовки. Вы получаете четыре предмета по стоимости буквально пары занятий с репетитором. И дополнительно по моему промокоду приятную скидку на первый месяц обучения. А если вы еще в десятом классе и сдаете ЕГЭ в следующем году, то вы получаете шесть месяцев обучения, если оплатите подготовку на сентябрь. Ну и теперь самое крутое, это розыгрыш мерседеса в сотке. Да-да, вы не ослышались. Сотка разыгрывает мерседес С-классы среди своих учеников. И чем дольше ты готовишься в сотке, тем больше у тебя шансов выиграть. Поэтому поспешите записаться на бесплатный вводный урок по ссылочке в описании и начинайте готовиться к экзаменам с онлайн-школой сотка. Всем привет. Новый день. Я с микрофоном опять тут. Я вчера не собрала портфель, поэтому мне его сейчас нужно собрать. По сути, у меня четыре урока. Вообще не знаю, зачем поставили их физику сегодня, потому что ее никогда не бывает у нас в субботу. Ну ладно. Черновик с сочинением, которое я так и не переписала. И скорее всего буду на первом уроке переписывать. Книжечку ЕГЭ. Сейчас вернусь. О, мой гад. Как тяжело. Я тут. Я тут. О, нет. Сегодня вот такая вот. Загружаемся. Вот, да. Вот и все. Мы готовы. Короче, на улице такая тишина, потому что сегодня, в принципе, получится только 9-11 класс. Поэтому я не знаю, сколько у нас человек будет в классе. Это просто интересно узнать. Ну а в школу можно было бы и не приходить, потому что уроки были по 35 минут, и никакой физики не было. Всего лишь три урока. Это я вот уже собираюсь домой. Да, утром мне было все такое нарядное, красивое, но сейчас уже все растрепанное, опять в домашнем. Я со вчерашнего дня начала смотреть видео на ютубе, как все сдавали ЕГЭ в 23-м году. У нее баллы, результаты. Даже если кто-то недоволен, у них гораздо выше результаты, чем у меня. Я не знаю тогда, что будет со мной. Пошла ботать. Только недавно я узнала, что это слово означает, потому что думала, почему все так говорят? Что значит ботать? Я это слово гуглила. Я досмотрела, и теперь нужно сделать домашку. Очень надеюсь, что она у меня будет вся правильная, потому что у меня задание вроде не такое сложное, но у меня периодически возникают с ним какие-то трудности. Как всегда, проблемы с орфографией, блин, тут такая просто уловка. Почему? И все понятно. Я вам, по-моему, уже показывала вот эти вот стикеры, в которых я записываю слова, в которых делала ошибки. Да, только я могу так написать. На самом деле, вот эти стикеры, они какие-то вообще дурацкие. Покупала несколько лет назад в X-Price 7. Когда я их хочу оторвать, верхушка, которая клеится всегда, отрывается вот так. Мне такое не нравится. Вот эти два я сейчас разъединить нормально не смогу. Смогла. Всем пока. Йоу-йоу-йоу, ребята, поскольку моя батарейка вновь садится, уже, мне кажется, безвозвратно, я иду спать и хочу вам сказать большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.